Здравствуйте. А праймер здесь? Так, а мне сейчас к вам, да? Да. Хорошо. Пожалуйста, мой паспорт. А вы даете согласие на обработку персональных данных? Нет, не даю. А, то есть, если вы не даете, если я его не даю, то, соответственно, я не могу участвовать. Да, по рекламе вы можете проголосовать, мы можем выдать бюллетени. Хорошо, тогда даю. Вы делаете четыре подписи, из них за обработку персональных данных. Хорошо. Поясните мне, пожалуйста, как я определю, голосуя, вот на данный момент тут написано, октябрьский, видите, одномандатный избирательный округ, а это государственное, думали, законодательное собрание? Есть ли какие-то вопросы по этим самым, по спискам? Так. Это вот меня тоже не надо снимать. Можете сходить в Кировскую ТИК, это у нас на этих выборах, вот которые будут в сентябре, вот так распределены округа. Нет, я понимаю, что округа, округа куда? Вот это я в Государственной Думе голосую по одному, по округу или в законодательное собрание? Так, это вы голосуете, законодательное собрание, тут все написано. Где? Я ее не вижу. Ничего, тут одномандатный избирательный округ и дата, все. Свердловской области, но Свердловской области это законодательное По кандидатам от Свердловской области, а Свердловской области куда? В законодательное собрание Свердловской области или в Государственную Думу? Да, конечно, это Свердловская область. То есть догадываться надо? Да. Ясно. А это у нас две Понял, ладно, хорошо. Так, спасибо. Так. Избиратель самостоятельно заполняет величинками или специально оборудованными. Голосование является рейтингом. Кстати говоря, не указано. А у меня вопрос. Извините, а галочку нужно только за одного кандидата ставить или можно за несколько? А что же вы мне об этом не говорите? За одного поставил. Написано? Хорошо. Ну а если я не из СМИ был, а обычный избиратель? Ну вот, не поверите, видимо, нет. Понял, спасибо. Вообще, конечно, неудобно, что рейтинговое голосование, потому что, получается, ты поставил галку в одном месте, а за тебя теоретически могут поставить еще несколько, и ты об этом не узнаешь. Ну ладно. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин